В рамках визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан сторонам удалось детально обсудить задачи, возникающие в рамках двусторонних отношений. Было также отмечено, что постконфликтная ситуация в регионе требует более тесных контактов. Эту тему продолжим с российским аналитиком Центрополитической информации Иваном Пятибратовым. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Какие шаги может предпринять российская сторона для укрепления безопасности и стабильности в регионе, минимизации рисков возобновления военных действий? Сергей Лавров на встрече с президентом отметил, что Россия, так же как и Азербайджан, подвержена выполнению договоренности по заявлению трех лидеров от 10 ноября 2020 года. Роль России в этих процессах довольно велика. Она была большой еще до того, как конфликт перешел в свою горячую базу, а потом был урегулирован. Россия выступает во многом именно медиатором. Медиатором и дипломатическим, и медиатором в том формате, что размещает свои миротворческие силы на территории. Соответственно, ключевыми шагами Российской Федерации для поддержания мира в регионе и для развития вообще ситуации в каком-то конструктивном русле является, пожалуй, продолжение именно исполнения вот этой роли, то есть поддержание постоянного диалога, который мы и наблюдали сегодня, и вчера на встречах, соответственно, Сергея Лаврова с представителем азербайджанской власти. Поэтому каких-то именно конкретных шагов их назвать сложно, потому что направления вообще взаимодействия наших стран очень широки и ограничиваются не только Нагорным Карабахом, но я допускаю, что все эти вещи в целом взаимосвязаны. То есть в то время, как идет диалог по Нагорному Карабаху, параллельно идет еще и развитие проекта Север-Юг, параллельно идет развитие совместных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией, размещение автомобильных производств, чего только нет. Я думаю, это очень комплексная такая история, и она в частности будет способствовать поддержанию мира в регионе, так как экономическое сотрудничество стран вообще само по себе, их интересы сближает все больше и больше, что позволяет вести более конструктивный и продуктивный диалог. Смотрите, на этом фоне мы видим, что в Армении до сих пор имеются силы, которые выступают с какими-то реваншистскими заявлениями. Какой должна быть реакция России на эти заявления с учетом присутствия миротворческого контингента в регионе? Ну, безусловно, коль уж вы кивнули в сторону миротворческого континента, но это не должно быть силовым ответом, в силу того, что отвечать на заявление силой было бы неправильно. В целом нужно наблюдать просто, что является источником таких сообщений, плюс для поддержания мира крайне важно не допускать каких-то резких реакций, может быть, даже на неприятные заявления, в силу того, что их природа вполне понятна, за государство находиться в долгом конфликте, что вызвало появление не только какого-то рационального подхода к вещам, но и эмоционального, который может вылиться и в довольно агрессивную риторику. Но до тех пор, пока это остается риторикой, за пределы дипломатических каких-либо мер ни России, ни Азербайджану выходить не стоит. Нужно просто поддерживать диалог с теми, кто к диалогу готов и, соответственно, надеяться на продуктивность их действий. Что касается решения гуманитарных вопросов последствий войны, по словам Лаврова, чтобы не допускать каких-либо злоупотреблений, связанных с историческим и религиозным наследием, Россия намерена помочь максимально решить эти вопросы конструктивно. Каким образом в этом вопросе российская сторона может помочь? Уточните, пожалуйста, в вопросах именно гуманитарной поддержки ситуации? Да, да. Ну, безусловно, опять же, именно роль медиатора и наблюдателя. Понятно, что, учитывая то, что отношения между Азербайджаном и Арменией находятся в довольно непростой фазе, очень важно, чтобы непосредственно участие принимала и третья сторона в лице России, которая контролировала бы выполнение абсолютно всех договоренностей. Что касается непосредственно гуманитарной части вопроса, то Россия со своей стороны оказывает и экономическую поддержку, и поддержку материалам, и поддержку специалистами, которые не последнюю роль играют в процессе. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы и уделили нам ваше время. Спасибо, что позвали. А визите министра иностранных дел России в Азербайджан. Мы говорили с российским аналитиком Центрополитической информации Иваном Пятибратовым.